На Беларусь 4 программа Де Факто мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и обсуждаем темы, которые касаются нашей с вами безопасности. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Весеннее обострение невнимательности на дорогах Гомельской области выросло количество ДТП. Заплатил за извоз молотком по голове, в речице пассажир набросился на таксиста. В следственном комитете возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Сдуло как пушинку в Мозорском порту, в результате порыва ветра рухнул кран. Половодье началось. Какой разлив воды ожидается на Гомельщине и кто уже терпит бедствие? Репортаж Алексея Немкевича. А также весна 2018. О каких опасностях предупреждает МЧС в условиях резкого потепления? И как пережить поводок с минимальными потерями? Поговорим с экспертом. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. В Жобинском районе на пожаре не удалось спасти мужчину. Сотрудники МЧС выехали по сообщению о возгорании в панельном двухэтажном доме в деревне Бобовка. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в задымленной ванной комнате было обнаружено тело хозяина. Мужчина 1968 года рождения проживал один. Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятные версии – нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования или неосторожное обращение с огнем при розжиге газовой плиты. В Гомеле на остановке общественного транспорта столкнулись легковушка и автобус. Автомобиль Ауди притормозил перед поворотом и получил удар сзади. В результате столкновения часть правого крыла МАЗа осталась впечатанной в легковушку. По словам очевидцев, среди пассажиров автобуса были пострадавшие. К слову, погодные катаклизмы весны серьезным образом повлияли на статистику дорожно-транспортных происшествий в Гомельской области. В Мозорском районе 37-летний водитель, управляя автомобилем Chrysler, неправильно выбрал скорость, не учел погодные условия, состояние дорожного покрытия. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП водитель иномарки получил телесное повреждение. Подобное ДТП произошло и в Реческом районе. Там с обгоном по встречной не справился водитель автомобиля ВАЗ. В результате столкнулся с Мерседесом. Медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру ВАЗа. А в Петриковском районе неправильно выбранная скорость на скользкой дороге привела к опрокидыванию автомобиля в кувет. Травмы получила 50-летняя женщина-пассажир. Просто сдуло. В Мозорском порту 10-тонный подъемный кран упал на корму рудовоза, который стоял под разгрузкой. Произошло это из-за сильного ветра. Его порывы на тот момент достигали 17 метров в секунду. На видео заметны последствия падения. Портал крана Кировец лежит на берегу, а стрела находится частично в воде. Частично опирается на судно. Кран проработал в порту около 38 лет. Падением он серьезно поврежден. Поднять его уже не получится. Очередное нападение на таксиста совершено в Гомельской области. Пассажир проломил водителю череп. Нападавшим оказался 17-летний Ричичанин. Он вызвал такси, чтобы навестить могилу родственников в деревне Стасевка. По приезду на кладбище изрядно выпивший молодой человек набросился с молотком на 63-летнего таксиста. Следствие не исключает, что место было выбрано не случайно и отрабатывает различные версии дерзкого нападения, а также выясняет мотивы преступления. Водитель жив, он находится в больнице, а подозреваемый в изоляторе временного содержания. С начала года милиция Гомельской области зафиксирована 42 кражи велосипедов. С наступлением теплой погоды количество хищений стало расти, сообщили в управлении внутренних дел Гомельского облсполкома. В основном угонщики пользуются беспечностью владельцев, которые оставляют велосипеды на лестничных площадках домов, в незакрытых помещениях, возле подъездов и магазинов. Если техника дорогая, то надежным средством против угона нельзя считать велозамки, ведь они легко срезаются кусачками. Самый верный способ защитить имущество – поставить велосипед на учет в милицию. До начала пассивной кампании милиция проверит все мехдворы. В случае установления фактов разукомплектования и неработоспособности машин, руководителям хозяйства будут внесены предписания. Стражи порядка проконтролируют и то, как будут устраняться выявленные нарушения. Кроме того, во время пассивной кампании правоохранители изучат расходование бюджетных средств предприятиями агропромышленного комплекса, проведут работу по выявлению сомнительных сделок. Без внимания милиции не останутся также факты разборки, подлежащие ремонту техники, без оформления соответствующих документов и некачественного выполнения работниками АПК своих должностных обязанностей. В Беларуси по поручению президента страны Александра Лукашенко проверяют места, массового скопления людей на предмет соответствия нормам пожарной безопасности. В первую очередь на контроле торговые центры. За неделю по выявленным нарушениям более 300 руководителей уже привлечены к ответственности. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко, эта работа носит системный характер. О том, какие недостатки смогли выявить инспекторы в Гомельской области, далее в материале. Трагедия, унесшая в соседней стране на пожаре более 60 жизней, послужила сигналом к тщательной проверке объектов с массовым пребыванием людей на предмет обеспечения безопасности. Последние две недели сотрудники МЧС проверяли гостиницы, торговые центры, рестораны, рынки, больницы и санатории. Большинство выявленных нарушений носили режимный характер. Их устранение не требовало затрат. Именно потому руководители центров и магазинов приводили свои помещения в безопасное состояние сразу в присутствии инспектора. Но безопасность людей не связана только с предотвращением возникновения пожаров. Управление Госпромнадзора акцентировало свое внимание на исправности лифтов, эскалаторов, а также безопасности при эксплуатации котлов, газораспределяющего и газопотребительного оборудования в торговых и развлекательных центрах. По работе некоторых из них возникли серьезные вопросы. В ходе мониторингов выявлялись нарушения, которые могут повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, нанести ущерб жизни и здоровью, людей послужить причиной нарушения эксплуатации объекта. Так, например, в торговом центре «Березки» города Светлогорск выявлены нарушения при эксплуатации трех газопотребляющих котлов. Не проведено техническое освидетельствование, техническое диагностирование. Отсутствует персонал, допущенный и обученный к эксплуатации. По таким нарушениям нами вынесено предложение о приостановке эксплуатации и направлены руководству объекта. Эти предложения приняты. Не остались без внимания и помещения, в которых на первый взгляд, казалось бы, ничто не может привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Сотрудники милиции были задействованы в проверке подвалов и подвальных помещений, чердаков. Всего на территории Гомельской области было проверено более тысячи подвалов и более полутора тысяч чердаков. Выявлено 354 недостатка. С чем это связано? Это с тем, что подвалы и чердаки были открыты, что могло стать причиной доступа туда маргинальных личностей, лиц без определенного места жительства, злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотиков, что, в свою очередь, могло повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций. Проверки в ближайшее время будут продолжены. Сроки устранения недостатков взяты на контроль. Вместе с тем, правоохранители призывают граждан оставаться сторонними наблюдателями и сообщать в компетентные органы о замеченных нарушениях. Гомельская область поплыла. Например, на Полесье Припять делает улицы настоящими реками. Под водой огороды и дворы в Петрикове. Развитие ситуации в дальнейшем зависит от погоды. Если осадки по стране продолжатся, стоит ждать большой воды. Кого коснется поводок и что делать, если вода пришла, выяснял наш корреспондент Алексей Немкевич. Была вода до самого пола. Вот, до самого пола была. И даже в доме была вода. Немножко, плинтус. Именно таким Раисе Ивановне запомнился 2012 год. Ее дом расположен в Гомеле, в микрорайоне монастырек. Одним из первых тогда оказался в воде. В этом году такого разлива реки Сос женщина не ожидает, но уже готова к любой ситуации. У нас все наверху. Надо вынести сюда. Все у нас есть. Куда выйти, куда что. У нас здесь фундамент очень высокий. И у нас тут уже не будет страшной воды, как в 2012 году была. С приходом потепления в Беларуси на особый контроль взяты регионы с подтоплениями. Большая вода пришла в Петриковский, Добружский, Мозырьский районы Гомельской области и Столбцовский в Минской. Добраться в некоторые места уже можно только таким способом. На лодках, правда, пока переправляются только люди. Грузы все еще доставляются грузовым транспортом. А на этих кадрах видно, как в деревне Голубица, чтобы попасть к больной на лодке, пришлось отправиться фельдшеру. В Петриковском районе под водой оказалась и дорога. Проехать здесь можно, однако рискуют далеко не все. В случае необходимости в регионе спасатели готовы задействовать четыре сводных отряда. Один областной и три районных численностью до 40 человек каждый. Они вооружены необходимой техникой и готовы в течение шести часов быть в любой точке области. Это переносная пожарная мотопомпа. Она используется для откачки воды и способна за один час перекачать более 15 кубических метров воды. В парке МЧС есть и агрегаты, способные откачивать до 500 кубометров воды в час. А вот этой машине вода и вовсе не помеха. Она не только способна плыть, но и перевозить людей до 70 человек за раз, либо грузовой автомобиль. Но главным орудием по-прежнему остается человек. Костюм защитной водостойки универсальный, предназначен для проведения аварийно-спасательных работ. В сессионных условиях на воде защищает спасателя от попадания влаги и воды. Все эти средства могут понадобиться уже в ближайшее время. До конца недели, по словам специалистов, Гомель-Облогидромета рост уровня воды на реках сохранится. Продолжится таяние льда в бассейне Днепра, Березины, Сожа. Самой опасной остается Припять с притоками Случ-Уборть-Птич. Алексей Немкевич, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Разлив 2018, судя по прогнозам гидрологов, обещает быть масштабным. Как всегда, в зоне риска находятся населенные пункты, которые ближе всего расположены к полноводным рекам. Но поводок не единственная угроза. Не меньшую опасность представляют талые воды. По этой причине в области уже зафиксированы случаи обвала грунта, обрушение сельхозконструкции и проседание грузовой техники. О том, какие чрезвычайные ситуации готовит нам весна 2018, поговорим с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какова ситуация с подтоплениями в Гомельской области сегодня? Паводок, в принципе, характерен для территории Гомельской области. Данные события происходят ежегодно. Поэтому и в этом году мы, в принципе, готовы к паводку. На сегодняшнем этапе ситуация контролируема. То есть угроз жизнеобеспечения граждан нет. В целом, если говорить в цифрах, то сейчас паводками-водами подтоплено порядка 8 участков дорог и 48 участков территорий хозяйственных домовладений. Это в основном приходится на Житковичские и Петриковские районы. Ну и также вчера в Добрусском районе 24 участка придомовых было подтоплено Харапуть рекой. За одну ночь? Да. За вчерашний день это произошло сразу 24 участка. То есть повысился резко уровень в реке воды и подтопления произошли. В принципе, всю эту ситуацию мы контролируем, координируем. Угрозы жизнедеятельности гражданам, повторюсь, нет. Что касается готовности подразделения МЧС, на каком уровне она находится? Вся информация за годы существования нашей службы, она ежегодно нами аккумулируется, прорабатывается. И мы на сегодняшнем этапе всегда готовимся к худшему варианту. У нас сегодня создано 4 сводных отряда. Взято на учет вся водоплавающая техника, вся откачивающая станция. Проверена их готовность. Все службы, соответствующие, тоже на сегодняшнем этапе проверены. И на комиссии ПЧС, которая состоялась в марте месяце, все областные службы доложили. С выездом на места мы проверяли непосредственно на местах, соответствует ли эта информация из действительности. Те проблемные вопросы, которые имели место, они не несли какой-то отрицательной темы. Они устранены. На сегодняшнем этапе созданы в тех регионах, где возможно усиление паводковой ситуации. Созданы и резервы в магазинах питания для граждан. Граждане подворовой обход осуществлен как работниками МЧС, так и властями, где объяснены еще раз гражданам, что необходимо делать. Ведется постоянный мониторинг ситуации. То есть на сегодняшнем этапе рассматривается самая худшая ситуация. Мы ее контролируем, видим по всем цифрам, которые нам предоставляет Гомельский гидромедцентр. И она подконтрольна. Сергей Николаевич, по вашим данным, вот в каких районах и населенных пунктах уровень воды будет расти? И где возможны чрезвычайные ситуации? Мы ожидаем рост на сегодняшнем этапе на 37 участках дорог. Ну и в основном это ожидаем именно паводками водами. Это Петриковские, Житковические районы, Рогачевский район, ну и соответственно Добровский регион. Это вот таких 4 региона, которые хотел бы отметить, где будет и наблюдается дальнейший рост воды. Не исключаем, что и город Гомель может быть подтоплен. Поэтому, в принципе, все мероприятия, вся ситуация, она отслеживается. И в случае изменения мы будем действовать в соответствии с теми планами, которые сегодня разработаны, утверждены. И каждый о них знает. Как вы считаете, вот ситуация с паводком 2013 может быть повториться в этом году? Лично мое мнение, да. Когда мы наблюдали большой уровень подъема воды и очень много подверий было затоплено. Лично мое мнение, в 2013 год в этом году, лично, я вот так считаю, что не повторится данная ситуация. Но я скажу, что это лично мое мнение. Мы, в принципе, готовы к худшему варианту. У нас все места для отселения граждан, они все есть, они все учтены. То есть, если ситуация будет ухудшаться, мы заблаговременно всем гражданам, проживающим в зоне подтопления, будем предлагать переехать. Пожить, пока паводок не пройдет, в других местах, которые приспособлены для этого. Это гостиницы в основном и соответствующие оздоровительные лагеря. Тут, наверное, многое будет зависеть от того, будут ли осадки этой весной и от этого будет зависеть развитие ситуации с подтоплением. Действительно, да. Если дожди, погодные условия немаловажно влияют на это. Если сейчас осадки усилятся, то, конечно, ситуация будет ухудшаться. Сейчас мы наблюдаем устойчиво теплую погоду. Какие еще ситуации могут в связи с этим возникать на территории Гомельской области? Как только теплая погода становится на территории Гомельской области, а у нас область дачных кооперативов больше, чем под городом Минском в Гомельской области. И все люди, понятно, едут на дачи наводить порядок. И, соответственно, самый легкий и быстрый способ навести порядок – это сжечь. Как тот мусор, который накопился за период зимы и не был убран осенью, так и та сухая растительность. И, к сожалению, люди не понимают, что этот быстрый способ приводит к трагедиям. Не только даже к уничтожению имущества, как соседей, так и своего, но и к травмам, зачастую и к гибели людей. В этом году уже были случаи? В Гомельской области мы не фиксировали еще пожаров от выжигания сухой растительности. Но на территории Груненской области у них в 7 раз наблюдается всплеск именно пожаров в экосистемах. И один гражданин погиб, мужчина преклонного возраста, при выжигании сухой растительности. Раз мы уже коснулись темы пожаров, давайте затронем вопрос проверок мест массового скопления людей, в том числе торговых центров. Какова ситуация на территории Гомельской области? Государственный пожарный надзор, он в принципе всегда осуществлял инструктивно-разъяснительную работу на таких объектах. И в 17-м, и в 16-х годах, в преддверии новогодних праздников, иных каких-то мероприятий. Именно акцент был сделан на знание персоналам действий в случае пожара, на содержание путей эвакуации и умение пользоваться теми первичными средствами, которые объект обеспечен. И с учетом тех событий, которые произошли в Кемеровской области, конечно, данная работа усилена. И на сегодняшнем этапе мы повысили требовательность. Если раньше мы пытались объяснить субъекту хозяйствования, что вот есть такие требования, норм, оказать помощь, содействие, мы и сейчас это делаем. То если видим системность и нежелание сегодня руководителя соответствующего объекта, то мы принимаем жесткие меры. Мы привлекаем к административной ответственности, это сегодня до 30 базовых величин. И в дальнейшем данные вопросы мы не оставляем без внимания, мы их сопровождаем до полного устранения. И на сегодняшнем этапе все объекты, схожие с теми, которые, их 33 объекта на территории Гомельской области, они проверены, выданы соответствующие акты по результатам проверки и ведется работа. Но мы не заканчиваем, мы взяли 2500 порядка объектов различных с детьми. Это и детские дошкольные учреждения, это и дома культуры сельской местности, это и школы, где данный ряд мероприятий сегодня планово проводится. Уже 500 объектов проверено. И основной акцент еще раз напомнить на эти мероприятия, которые сегодня не требуют никаких затрат, а требуют личного отношения каждого работника того-либо иного субъекта хозяйствования. И как итог, к сожалению, вот даже сегодня ночью произошел пожар в деревне Макановича, Реческого района, в Федерско-Курсерском пункте. И из-за халатности, по-другому не могу сказать, должностных рисков, пожар произошел. То есть инспекторам государственного пожарнадзора предписывалось устранить, устроить разделку в печном отоплении. Но сегодня версия именно и пожар произошел из-за того, что это мероприятие не было выполнено. Соответственно, данный факт мы рассмотрим и опять же будут предприняты все меры, вплоть до того, что будем инициировать перед управлением здравоохранения рассмотрение данной ситуации. И они уже сегодня видят эту проблему и вышли к нам с предложениями все больницы, все такие связанные поликлиники, связанные с пребыванием людей, граждан. Тем более граждане туда приходят с какими-то физическими недомоганиями, провести совместно с персоналом отработки планов эвакуации, посмотреть с критической стороны на эти объекты и состояние безопасности, чтобы граждане чувствовали себя там безопасно. Исходя из тех проверок, которые были проведены, возможно ли у нас повторение подобной ситуации, развитие не схожего, но аналогичного сценария? Сказать, что это невозможно, наверное, к сожалению, сегодня видя отношение некоторых субъектов хозяйствования к этой теме, нежелание идти и выполнять те требования, наверное, так нельзя сказать. Но сегодня сделано все на территории нашей области, на всех этих объектах, чтобы таких трагедий у нас не произошло. И оно будет постоянно, мероприятие проводится, как проводились и ранее. Вот сейчас хотелось бы отметить, вместе с БРСМ, с молодежью, придумали акцию и проводим ее, осуществляем. Выход есть, где будем посещать ночные клубы, заведения, где Димин отдыхает молодежь. И благодаря вот этим активистам, этой организации, мы будем реализовывать ряд мероприятий, направленные на обеспечение безопасности. Это знание о действии случаев пожара, умение пользоваться первичными системами пожаротушения, не проходить мимо тех условий, которые могут привести к чрезвычайной ситуации. Ну и плюс, конечно же, это общежитие, в котором они проживают, обучаясь сегодня в соответствующих учебных заведениях в Гомельской области. То есть, содержание их и путей эвакуации, и тех мероприятий, которые обеспечат безопасность. Я думаю, что эта новая форма работы еще позволит нам обратить внимание именно молодежи на эту проблему. И, соответственно, у них устойчивая позиция выработается. В принципе, с тем, как действовать на пожарах, большинство из нас представляет. Но вот если представить себе ситуацию, когда человек просыпается утром, а у него уже в доме, в подворье вода, он окружен водой. Что делать? Как быть? Действительно, вообще, на несколько этапов надо разбивать готовность человека к действию в случае паводка. Конечно, это сначала предупредительное мероприятие. То есть, человек, который проживает в той или иной местности, он даже, используя приложение МЧС «Помощь рядом», может установить. То есть, его место проживания будет подтоплено паводками, водами, если нет. Если будет, то, соответственно, он должен для себя уже выработать механизм, какие вещи, каких животных домашних он будет куда размещать, где... То есть, готовиться надо заранее к этой ситуации. Есть даже пословица. Готовь сани летом, а телегу зимой. И мы, в принципе, должны это все понимать. Но, к сожалению, как показывает обратное, у нас граждане не готовят... Вот даже талыми водами сейчас активно осуществляется подтопление некоторых дымовых участков. Ну, к этому же можно было приготовиться и раньше. Потому что ежегодно на одни и те же адреса мы выезжаем. А для того, чтобы тебя не подтапливало паводками, водами, возьми, прокопай канал, сделай себе водоем. Да, то есть, заблаговременно разбей лед, уменьши содержание снега на своей территории. Ну, граждане не хотят в большей степени это делать. Им проще набрать номер 101, сказать, что я терплю бедствия, приедут работники МЧС и будут откачивать эту воду с того домовладения, либо хозяйственной постройки. То есть, хотелось бы призвать здесь и граждан, чтобы они понимали... То есть, те, которые могут физически это сделать, должны это делать? Даже если те граждане, которые сегодня в рамках своих каких-то физиологических, это возраст преклонный, то эти мероприятия сегодня решаемы. Сегодня есть и ряд комиссий, которые действуют, есть и органы власти на местах, и смотровая комиссия. То есть, эти вопросы можно решать заблаговременно, даже путем тех активистов, БРСМовцев, которые проводят сегодня эти мероприятия и оказывают помощь престарелым гражданам. Соответственно, второй этап, это, конечно, уже действие непосредственно, когда вас застигло, как вы говорите, врасплох, вы просыпаетесь, а здесь уровень воды растет. То здесь, конечно же, надо как можно подняться повыше, залезть на чердак, на второй этаж домовладения, если есть. Соответственно, предупредить всех близких, родственников, которые проживают, соседей при помощи мобильного телефона. Как пожелание, хотелось бы, в первую очередь, конечно, успокоиться, и не надо звонить всем и сразу, чтобы, да, сохранить питание в телефоне, потому что ситуация будет ухудшаться, чтобы гражданин имел возможность дозвониться и сказать, что все, у меня проблема, я боюсь, и меня надо первого спасать. То есть, в целом, иметь запас питания соответствующий. То есть, холодильник должен быть в всякий случай. Конечно, здесь однозначно, если ты находишься в зоне риска, ты должен хотя бы на трое суток иметь питание, иметь то меню, которое будешь потреблять в случае, даже если тебя эвакуируют в безопасное место. Ну и, соответственно, вспомнить о тех химикатах, которые хранятся в доме, заблаговременно их разместить непосредственно в том месте, где паводок не достанет, либо вывезти вообще из дома. Ну и, конечно же, избегать соприкасания с электроприборами различными, то есть, заблаговременно понимать, где будешь размещаться в случае такой ситуации. Ну и итог. Когда эта вода ушла, то, соответственно, не надо спешить откачивать воду, оставшуюся в доме, потому что это очень пагубно влияет на строительные конструкции самого дома, резкие перепады. Соответственно, не пользоваться колодцами, воду кипятить, питаться только теми продуктами, которые, в принципе, не были затронуты паводком. Ну и, соответственно, наводить порядок на своей территории. Сергей Николаевич, большое вам спасибо за актуальные ответы. Ну а телезрителям напомню, что в студии программы «Дефакто» вместе с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным мы обсуждали ситуацию с паводком и весенними пожарами. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей по всему миру. В течение полутора недель после возгорания торгового центра в Кемерово серия пожаров произошла по всей России. В Сочи загорелся многоквартирный пятиэтажный дом. Кадры, на которых видно, как у здания горит кровля, были выложены в сеть жителями города. Ликвидация пожара осложнялась высотой возгорания. На борьбу с огнем спасатели потратили несколько часов. Пострадавших нет. Одним ресторанам стало меньше в Казани. 31 марта случился пожар в заведении общепита «Старый амбар». Сотрудники МЧС России боролись с огнем более получаса. В Москве произошел пожар в торговом центре «Персей для детей». Сообщается об одном погибшем работнике магазина. Очаг возгорания был зафиксирован в складском помещении. Никто из посетителей не пострадал. Несколько пожарных получили травмы. Следственный комитет выясняет причину возгорания. Тем временем во власти огня на этой неделе также побывали другие торговые объекты. В Тюмени сгорел гипермаркет «Рич Фэмили». Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. В Нефтекамске огненная стихия наполовину уничтожила центральный рынок. Оба пожара спасателям удалось ликвидировать. Сейчас устанавливается источник возгорания. Не исключается версия поджога торговых объектов. Пострадавших нет. Следователи проводят проверку, в том числе и на предмет криминальной составляющей произошедшего. В Украине на трассе под Тернополем перевернулся и загорелся молоковоз. Попытавшись резко объехать выбоину на трассе, водитель машины допустил неуправляемый занос. После чего автомобиль едва не столкнулся с попутным фургоном и перевернулся. Молоко разлилось по асфальту, а грузовик практически сразу загорелся. Водитель оказался просто везунчиком, ведь ему удалось выбраться из кабины, отделавшись при этом только испугом и ссадинами. Африка продолжает раскалываться на две части. Виной тому огромная трещина, которая появилась на юго-западе Кении. Многокилометровый разлом сопровождается сейсмической активностью и недавно привел к разрушению части местного шоссе, а также к новым расколам земной коры. На сегодня его общая длина составляет 3000 километров и разделяет африканскую плиту на две неравные части – сомалийскую и нубийскую плиты, которые отходят друг от друга со скоростью 6-7 миллиметров в год. На юге континента разлом молодой и увеличивается со скоростью 2,5-5 сантиметров в год. В республике Коми пополам разорвало трактор. Инцидент случился, когда машину взяли на буксир и пытались вызволить из обледенелой полыньи. В результате техника раскололась пополам. Из ледяного плена высвободилась только передняя часть трактора, а кабина наполовину погрузилась в воду. Достал ее только эвакуатор. Канадский гусь атаковал взвод морпехов США. Это произошло в городе Форт-Сил, штат Оклахома. И, судя по кадрам, бесстрашная птица в этом преуспела, обратив в бегство сразу двух морских котиков. Хотя больше всего досталось пехотинцу, который шел первым. Видимо, у гуся имелись претензии только к поводырю группы. Ведь остальных птица решила не трогать, а только устрашала недружелюбным шипением. К поведению Пернатова есть и логическое объяснение. Таким образом, гусь защищал расположенное поблизости гнездо. Бороться с дикими гусями в США сложно. Ведь разорение их гнезд карается штрафом в 10 тысяч долларов. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова